Гродзенские установы эдукации отремливаются новые имены. На данном прозвища Героя, славутой особицы Деча, установы эдукации занимались на протягу некоторых месяцев. Инициативу увековечить память об знаковых для белорусской истории постатях пропоновала ветеранская организация Прыньомыня. Школам, гимназиям и лицеем идея пришлася до спадобы, подтримала ее и администрация города. Так, школе номер 16 присвоено имя Агадзила Сухамбайва. Татьяна Грышук расскажет. Многие школы, гимназии и лицеи города Наднемынам с гонором носят имены славутых особ айчинной истории. Школа номер 3 – имя Героя Великой Айчиной Войны Виктора Усова. В гимназии номер 1 присвоено имя Яухима Карскага. 9-й гимназии – Феодосия Кирченки. Провести пошуковую работу, распрасовать проект, створить музейную экспозицию и оборонить право быть названой с недавнего часу, отрымала кожная установа адукации. Сярод заявленных прозвища, письменники, особые, акия прославили Гродно, деятши и, конечно, герои Великой Айчиной Войны. Школа 16-я, где мы сегодня находимся, она богата традициями, богата историческими, героическими традициями. И не случайно сегодня проходит такое большое торжественное мероприятие, где в школе присваивается имя Героя Советского Союза Агидила Сухамбаева, человек, который в 23 года стал Героем Советского Союза, человек, который родился в небольшом казахском селе в семье крестьянина. И вот здесь, на Гродненской земле, он повторил подвиг Александра Матросова. Поэтому это очень почетное мероприятие. До слова, у 16-й школе масштабная пошуковая доследшая работа по сбору материалу про Агадила Сухамбаева вялась долгий час. Дякуючинамаганям пионерам дружины, яка носит имя Сухамбаева, и педагога-организатора удалось связаться со свояками Героя с Казахстана. Далее контакт перерос у супрацовництва и сябровства. Увы, никуда шагов был отриман дозвол дать школе имя червона армейца. Более 10 лет у нас создана пионерская организация, которая именно получила звание Героя Советского Союза. И ребята у нас очень активно работают в направлении гражданско-патриотического воспитания, участвуем во многих конкурсах республиканских. В этом году работа нашей пионерской дружины, педагога-организатора, была отмечена на высоком уровне грамотами Министерства образования. Ребята совсем недавно были в городе Минске участниками огромного мероприятия, посвященного 100-летию пионерской организации. И даже лидер пионерской дружины побывала на приеме у президента Республики Беларусь. Для нас это очень почетно. Наша пионерская дружина названа именем Агадила Сухамбаева. В нашей пионерской комнате есть специальный уголок, который посвящен Агадилу Сухамбаеву. Также у нас в школе есть стенды, посвященные этому герою. На них написана разная информация про него. Наши дети участвуют в экологических чтениях, где рассказывают о Агадиле Сухамбаеве. Эти люди защищали мир, в котором мы сейчас живем. Если бы не они, его сейчас не было. Возможно, не было бы и нас. Поэтому я считаю, что это очень важно. Неселовечный боль и гнев отшел у опошних филин из своего жития Агадил Сухамбаев. Увесь, зрашеченный ворожими кулями, обливаючуся крывею, он запошних сил с долю подбегчат до фашистского зад и грудьми закрыть амбразуру. Подвиг был здейственен 31 липеня 1944. Указом Президума Верховного Совета СССР Агадил Сухамбаев пасмяродно был удостоен звания Героя Советского Союза и узнагароджены орденом Ленина. Имем Сухамбаева названа в улице областного центра. Яшчадным кроком по ушанованне памяти Героя войны стало просвоение школе номер 16 яго имя. Героя Советского Союза